Кто привык за победу бороться, с вами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Доброе здоровье, уважаемые посетители моего канала. Вот AlexSport1965, он затронул такую интересную тему. Это интересная тема, знаете, заключается в доверии к информации, которую там, допустим, тот или иной блогер вам говорит, что я вам говорю и написал в книгах. В основном, там описано на основании работы человеческого организма, применяются методы, которые эту работу, если она, допустим, как-либо там исказилась или снизилась, как это можно восстановить до нормального уровня. Я не открываю никаких-то там новых законов, новых особо направлений. Все уже известно, я работаю с тем старым, с проверенным, что из далеких времен идет к нам, из научной медицины, которая, если научно строго, а не просто, лишь бы, знаете, что-то там, симптомчик устранить. Вот я это все беру, при этом я не утаиваю, рассказываю вам об источниках и всегда, всегда, в первую очередь, я рассказываю вам о механизмах. Мне важно понять, как тот или иной метод работает, его механизм. И зная этот механизм и понимая, какие процессы происходят у нас в организме жизненные, и зная, как этот метод на них влияет, вот тогда я его применяю, тогда я о нем рассказываю. То есть, здесь доверие не столько к автору, автор может и не заниматься сам, он просто-напросто вот это вам изложил, по полочкам разложил, и вы уже сами понимаете, делать это не делать. Еще разок хочу сказать, автор может этого и не делать, он, исследователь, он сделал. Я же, в свою очередь, кое-что еще и сделал. То есть, в свое время мне надо было себя, видите, аж лысин образовалось, тянуть за волосы, дабы вытянуть себя из разного рода неурядиц, так скажем. Со здоровьем, с финансами, с семьей, с работой и, короче, куда ни возьмись. Так вот, Алекс пишет, это вообще хороший, так сказать, комментарий, который позволяет вот эту тему открыть, хотя я об этом уже говорил, но я еще разок пройдусь по ней. Так, Петрович, говорите, что киста это последствия паразитов. Я не говорю, что это 100% от паразитов. Вот 100% от паразитов. Причина огромное количество там, вообще-то, которые могут привести. Но в основном, где-то в основном, что организм что-то, я же не просто рассказал, что организм что-то пытается убить и отделить от самого себя. И в результате, я излагаю свое мнение, образуется киста. Это мое мнение. Оно, не хочу сказать, что оно на 1000% верное. Еще говорю, их различные причины. Ну, читаем дальше. От паразитов, да? А у вас ведь тоже есть киста, да? В правой почке, когда вы делали МРТ позвоночника, она показала и состояние почек. Посмотрите в описании и заключении. Да, я смотрел, есть киста, да? В правой почке киста. И вот дальше идет интересный вывод. Выходит, что не особо помогает ваши противопаразитарные мероприятия, тратчатка, керосинтмин. Вывод делается вот такой вот. Я в свое время, знаете, когда там увидел Монсеррат Кабалье, такая полная, грустная женщина, у меня мелькнула мысль, что это, наверное, она там с питанием перебирает, так мягко скажу. А потом я узнал, оказывается, она попала в аварию, ее перетрухнуло хорошенько в автомобильную, по-моему, аварию. И после этого она начала поправляться. То есть причина бывает разная. Так вот, я в связи с этим вспоминаю, у меня, да, правая почка так немножечко дает о себе там знать, что еще в школе, где-то в классе, в пятом и шестом, мы на перемене, ну, игрались там, баловались в школе. И мне ногой засадили как раз по спине, что мне было очень больно, я вот упал там, ой-ой-ой, а потом как-то прошло, да, и вся недолгая, ну, вся недолгая и все такое. Что там произошло с почкой? Возможно, это и явилось причиной того, что что-то было. Далее интересная вещь, скажу, это не связано с кистой, а связано с другим. У меня что-то начало вот как-то больше побаливать плечо, по-моему, левое плечо. Левое плечо, это где-то возраст уже после 50 лет. Побаливало, то есть все, пятое-десятое, что-то как-то вот оно это. И в силе левая рука как-то довольно-таки значительно она отстает. Вот, и потом мне там делали массаж, и этот говорит, слушай, да у тебя ключица сломана, была сломана. Вот она там что-то там у тебя левое там заросла, за это самое, за то пятое, десятое. И я вспоминаю, сколько мне было, где-то года 4-5, ну, сестры еще не было. Сестра родилась, когда мне 5 лет было. Я катался на санках, и спускаясь с горы на санках, я лежал на санках, голова вперед, я врезался в металлический столбик, в трубу. И как раз я попал в ключице, боль была очень сильная. Ну, я так поплакал, покатался, боль стихла, я взял саночки и пошел. А это вот оставило такое. Далее, вот вы у меня не видите, не видите нос, обратите внимание на мой нос. Нос у меня перебит. Опять-таки, в школьные времена меня вдарили сзади, чем-то таким хорошим, сзади, значит, по носу, то есть, из-за спины. Вроде бы, даже сходили к врачу, вроде бы, все нормальненько, все это, мать, меня повело, потому что круг там хлыстал, а будь здоров. И все нормально, нормально, нормально. А-то мне было лет, лет 15 примерно такое. А вот сейчас, сейчас, я особо не обращал внимания, сейчас я вижу вот здесь вот трещину. Так что, мой черепок будет с трещиной здесь вот, когда я конце отдам. Поэтому, вот, когда человек не владеет всей картиной, вот так вот говорить, что, ну, тогда не особо помогают ваши противопаразитарные мероприятия. И опять-таки, я обращаюсь не, допустим, как вот это лучше высказаться, не то, что вот я такой тут и у меня там имеется. Это метода, которая позволяет вам избавиться от этих паразитов. Оценить качество этой методики. Вот одно дело, знаете, у человека появились кисты и начали это беспокоить его. И он начал применять. Ну, что-то уйдет, что-то не уйдет. Вот, это одно. Регулярно занимаются очищением и там применением противопаразитарки. Ну, очень редкие люди. Люди очень редкие занимаются. И поэтому то, что уже у них было, от чего-то этого избавиться. Да, не от этих паразитов избавиться. Их не будет. Дальнейшего этого кистообразования. Ну, это мое мнение. Вы же, опять-таки, на основании всех вот этих вот изложенных знаний, что я вам там сказал, что вы там вычитали, еще что-то, еще что-то. Вы делаете, конечно, свой вывод. В противном случае, вы... Я даже не знаю тогда, ну, что там можно, как бы сказать, эффективно использовать. Что, мол, все это ерунда. Более того, я 40 суток голодал. И вот эта вот киста, которая, я как думаю, образовалась от удара, еще в школьное время, да, пока там на этим, грубо говоря, ребенок, молодой человек и так далее, так далее, так далее, так далее, все это такое. А вот сейчас я иногда ее и почувствую. И песочек у меня был. Вот я вывел с помощью голодания на талой воде. Ну, я там рассказывал. То есть вы, как-то, знаете, оцениваете информацию. Вот это очень важная вещь. Оценить информацию, применить информацию, получить результат. А не то, что делаются вот такие выводы. Ага, и у вас, возможно, слаживается такое впечатление, что я там постоянно то голодаю, то чистюсь, то еще что-то делаю. Да нет, далеко нет. Так же, как и вы, я получил великолепный результат. После того же очищения, после того же, после того же, после того же, после того же, ничего не болело. Прекрасная гибкость, но вы видели, если кто посещает мой канал и все это показатели. Потом был период, жизнь идет периодами, когда надо, допустим, обеспечить себе какую-то дальнейшую жизнь, так она называется, безбедную жизнь. То есть вы окунаетесь целиком в какие-то там работы, делаете их, это ваша цель. Чтобы, подойдя или выйдя на пенсию, вы, так сказать, не были там нищие, что-то у вас такое было за плечами, что вы могли более-менее нормально жить. Не шиковать, но более-менее нормально жить. Ага, опять возникают проблемы там со здоровьем, которые вы где-то запустили во время всего этого периода. Пожалуйста, можно вернуться, можно вернуться, все это сделать и забыть обо всем этом. И даже и киста пусть она себе там будет, но она не беспокоит там или еще что-то там такое. Вы живете, как ни в чем не бывало. Алекс пишет, я написал на его, значит, на его эту заметку, не буду спорить. Нет, не буду и говорить, что я фанатик чисток. Вот это очень важно понимать, что люди невольно, они тебя сравнивают, что ты тут какой-то действительно фанат, что ты такой здоровьем, что ты такой это. Нет, я далеко не тот человек, и вы меня практически не знаете. Это только одна из моих граней, вот которой я делюсь. У меня есть и другие грани, которыми я занимаюсь. Алекс написал, так вы их чистки почти не проводите. Почему? Ведь с ваших слов чуть ли не все болезни человечества от разных шлаков, паразитов, грибков и прочего. Вот знаете, вот этот какой-то вопрос, он говорит о том, что человек не самостоятельный. Алекс, вы не самостоятельный, оказывается. У вас нету своего собственного суждения и мнения, у вас нету собственных знаний, наработанных, на которые вы бы могли опереться, как я оперся. И тогда вот как-то вот с ваших слов, чуть ли не болезни человечества, разных шлаков, паразитов. То есть приведенные, будем говорить, аргументы, методы, приведенные видосы, где вся эта дрянь выходит, приведенный опыт других людей, это не что. Вот, я не знаю, и сам, если бы человек сам что-то бы сделал и увидел бы своими глазами, выходит с него что-то или не выходит, как он себя чувствовал до, как он чувствовал себя после, тогда у него свое что-то появляется. А так, знаете, я даже не знаю, Алекс, спорт 65, вроде у вас уже возраст, вроде что-то вы должны за свою жизнь, если вам 65-го года рождения, что-то должны получить, что-то такое, знаете. То есть у вас должны как-то устояться свои знания, другое дело было бы написано, что вы их проводите, не проводите, я еще расскажу, вот это вот, от разных шлаков, грибков, то есть какое-то свое мнение, ну, примерно бы высказало. Я считаю, что нет, вот, это не так, нет шлаков, нет того, нет всего, ни пятого, десятого, это все ерунда. Ну, это еще как-то было. А так, но в таком случае разумнее не дожидаться появления какого-то заболевания, профилактически, периодически воздействовать на паразитов. Я написал, правильно мыслите, я так и поступаю, по-своему, по-стариковски, а вы поступаете так, как считаете нужным. Вот и всех делов, с уважением, имейте свой собственный опыт, свои собственные знания. И опираясь на них, вы можете сказать, да, Петрович, ты тут какой-то ерунду наговорил, вот я живу и отлично там, ну и живите, пожалуйста. Почему мы и нет, все мы, все мы разные люди. И у кого-то то, у кого-то это. Я привел свои аргументы, я привел кучу видео, я привел все, 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 и вот знаете, вот человек говорит, что с ваших слов, вот с ваших слов. Вот очень хорошо, чтобы было ваше мнение, ваши слова, что, что, как. Вот это самое главное. Не надо, вернее, я как-то действую вот так вот. Я читаю, я слушаю, я много, говорит, впитываю разного рода там информации, но я из нее отбираю. Есть информация очень какая-то, допустим, как про эту там мочу там вообще, да, кто там ее применяет, зачем в ней там копаться, а тем более упаривать. Я ее взял да проверил, и у меня сложилось собственное мнение, а работает это или нет. Я взял да поголодал, сложилось свое мнение, а работает это или нет. Ага, занимаюсь чем-то другим, я взял это проверил, ага, работает это или нет. И так на основании вот этих вот, будем говорить, знания, пробы, ошибки и такое, вы создаете свое собственное мнение. А так просто с ваших слов, вот с ваших слов вам сказали, имейте свое собственное мнение и опирайтесь на него. И причем это мнение должно быть такое, что не кто-то вам говорит, вот эта вот метода вот такая, а эта вот такая. И еще он говорит, это моя метода, вы знаете, вот она вот такая вот. Вот, допустим, последнее, что я говорю, вот методика самодумовая гравитационная гимнастика. Короче, я делаю те же пять упражнений, что в этой методике. И пять лет я довольно-таки плотно занимаюсь, и я могу уже со своего опыта сказать, что да, эта методика работает. Но так, как рассказал самодумов, лично у меня не получилось. И если взять его пример, то тоже какие-то нестыковки в этом плане. Но важно из любого метода вытянуть свое, свое и применить к себе. Вот что оно. Так вы их чистки почти не проводите. Я на эту тему размышлял, вот именно на это, как ответить, я размышлял значительно. Вот смотрите, у вас имеется ваш собственный организм. В нем возникли какие-то проблемы. Что собой представляют оздоровительные средства? Те же, допустим, чистки. А чисток много. Есть очищение с помощью клизм. Причем клизм огромное количество. Есть очищение печени. Тоже это огромное количество. Есть там то, сего, пятое, десятое. То есть, вот эти все методы воздействия на организм, для того, чтобы добиться от него нормальной работы, их множество. И они будут являться как инструменты. И вот вы берете инструмент, допустим, клизмение. И хорошенько с ним поработали. Поработали и поняли на основании своего собственного опыта, как это действует. Далее, вы берете и узнали про чистку печени. Поработали с чисткой печени. Где-то правильно, где-то неправильно. Но, в конце концов, поняли, как это правильно для себя делать. Сделали. Поняли, как это работает. Дальше вы, значит, в голодании. В голодании поработали так, поработали сяк, поработали этак. Вы поняли, как для себя лучше голодать, какие сроки, что она делает. Вы получили какой-то результат. Все. Этот инструмент, когда он вам был нужен, клизмы, вы его сделали, положили. Чистку печени сделали, положили. Значит, голодание сделали, положили. Но вы это все можете применить в любой момент. Ага, что касается очищения полевой формы жизни. Наиболее ясно об этом рассказал вам я. Хотя метод-то вообще-то не мой. Но рассказал я, и показал, и объяснил. То, что не сделали те авторы, которые откуда-то там это взяли. Ага, я продышался, все, чувствовал, вот, хорошо. Отложил его. Далее у нас питание. Огромная тема. То есть, после всех этих, допустим, чисток, как надо свой собственный организм содержать так, чтобы вы туда не заглядывали ни в прямую кишку, ни в печень. А питались так, чтобы у вас этого не было ничего. Ага, не просто освоить. Но потихоньку, полегоньку, потихоньку, полегоньку. Ни один год, ни два года. Это же не пять лет. Но поняли. Все, что там рассказано, это очень хорошо. Но, оказывается, есть очень большие частности по применению метода питания к самому себе. Ага, применили, все. Дальше, так сказать, его поняли, что это дело надо на какой-то такой поток поставить, чтобы вы там ни в сыроедении не ударялись. Я и сыроедел, и знаю, что это такое. Допустим, и там еще какое-то обжорство, или еще там такое. То есть, вы выбираете то, что для вас приемлемо. И придерживайтесь его. Опять-таки, на основании там чьих-то там знаний, что, что, как. И плюс это все применяете к своему собственному организму, добиваясь той работы, которая вас удовлетворила. Можно, можно сделать еще лучше. Но для этого надо действительно больше усилий и времени тратить на свой собственный организм. И тогда понимаете, стоит ли это, когда вы хотите там угоревать и мошки на гармошке поиграть, а надо ставить там клизму, или надо еще что-то там, режима делать. Или это можно как-то так, чтобы все это было более-менее нормально. Вот в чем вопрос. Инструменты. Далее, вот та же гимнастика. Изодинамическая гимнастика, которой я занимаюсь. Это всего лишь наш инструмент. Что он делает, я рассказывал. Прекрасно работает, я это взял. Но то, что рассказывается там сверх того, какие-то там эти, лично я не получил. И там еще какие-то должны быть другие составляющие, о которых я только догадываюсь, скажу так. Но если их применять, это жестко тут надо все это. И ради чего? Ради чего? Это тоже большое значение. То есть, вот эти вот применения трав, применения этого керосина, применения этого яблочного уксуса, это применение всего. Наконец-таки, вычистив, будем говорить, свою полевую форму жизни от накопленных эмоциональных шлаков, встал вопрос, а как новых не получить? И вот она вам тема, перед вами. Тема работы со своим собственным характером. Тема работы со своими привычками, чертами характера и побуждениями. Следующий момент. И вот вы работаете и в этом. Тоже здесь совершенно иные инструменты. Вы берете инструменты и работаете. Если на первом этапе важно было просто очистить свой собственный организм и добившись от него более-менее нормальной работы, потому что это было жизненно важно, то в дальнейшем для роста своего процветания и благосостояния и наработки здоровья нужны другие механизмы. Вы же не будете постоянно очистить. То есть сначала надо не загрязнять организм после того, как вы его почистили. А дальше надо с помощью чего это все поддерживать? А желательно надо же это еще наращивать. И получается, получается, так вы их чистки почти не проводите. Сейчас я не провожу никаких чисток. Вот именно вот сейчас. Зато я занимаюсь довольно-таки плотно, совершенно иными вещами, которые мне позволяют поддерживать здоровье, благосостояние и вообще получать иное качество жизни, иное ощущение от жизни. Об этом вообще мало. Там кто-то задумывается, раздумывается и так далее. Вот я думаю, что Алексу Спорт 65 я ответил. Что всему свое время. Но, кстати, что касается противопаразитарки, противопаразитарки, она не работает так, чтобы вы там 20 лет назад почистились, и она у вас тут работала, грубо говоря, на следующие 30 лет жизни, или на следующие там 50. Как правило, надо делать там какие-то курсы, или еще что-то, еще что-то. Допустим, для поддержания тех же почек. Что я делаю? Я уже, наверное, больше месяца, я беру листочек лаврового листа, сухой, разжевываю и глотаю. Можете посмотреть у меня в книгах. А что делает вот этот лавровый лист? Что он там делает в организме? Что? 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 Как? Соли выводит, рассасывает, или еще что-то. То есть я вот это вот применяю. Плюс новые знания, которые я вот для себя не то чтобы ищу, но вот я вот прохожу, что касается трав, потому что я понял, что в травах это целый океан безбрежный, и хотелось бы в нем разобраться более тщательно. Вот, теперь еще разок, заканчивая все это, Алекс, методы оздоровления, это инструменты, которые вы используете по надобности. Взяли один инструмент, допустим, очищение толстого кишечника печени, сделали. Ага, для того, чтобы почистить там лимфу, там это там. Взяли голодание, прошлись хорошенько, сделали. Далее, чтобы, чтобы это все у вас не было, опять не загрязнялось, вы тогда меняете свое собственное питание. Что касается паразитов, да, вы можете и керосин применять, вы можете и то применять, вы можете и все применять, вы можете различные. Противопаразитарных трав огромное количество. И, кстати, каждая из этих трав более эффективно воздействует на то или иное заразу. Ну, там, то ли на грибков, то ли там, допустим, на снегной палочку, то ли на стептококов, то ли еще там. Потому что этих паразитов завались. И, в конце концов, вот она жизнь, вот у вас, будем говорить, ваша машина телесная нормально покатила. Что дальше? Что дальше? А дальше, лично для меня, а для чего вы живете? А что в этой жизни можно сделать такого, чтобы и себе улучшить качество, и окружающим улучшить качество? Вы-то живете не один, там, семья, как-никак. Что можно сделать? Другим людям. Ко мне, вон, приходят люди, и я с ними тренируюсь. Я трачу свое, собственно, время на то, чтобы они там позанимались, получили эффект, а не просто там траля-ля-ля-ля-ля-ля. Умейте из всего многообразия, которое вас окружает, в данном случае, в оздоровительном плане, понимать работу своего, собственно, организма, понимать работу того или иного метода, и все это применять к себе. Тогда это вот, это будет то, что важно. А не так вот, это вот помогло, это не помогло. И не обращайте внимания на автора. Берите от каждого автора что-то полезного. Я очень много различных авторов прошел, и благодарен им, и взял то, что посчитал, что вот я могу применить и сделать. Ну, вот такой вот видосик я ей заделал, чтобы это было ясно и понятно. Кто я такой человек? Что я там делаю? Почему я делаю? Ответил, почему проводите, почему не проводите? Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!